Кого считать живым? На самом деле это не тривиальный вопрос. Как вы знаете, наука биологии изучает живые организмы, и не всегда было очевидно, кого считать живым. Раньше люди, например, растения относили к неживой природе, и есть такие малоподвижные организмы, как, например, губки или коралловые полипы. С ними тоже не всё было понятно. Так вот, давайте разберёмся, кого конкретно изучает наука биология, кого мы считаем живым, и как мы отличаем живые организмы от неживой природы. Итак, признаки живого. Во-первых, это клеточное строение. Все живые организмы состоят из клеток. Но, как вы знаете, в биологии практически из любого правила есть исключение. И есть такие организмы, вирусы, которые проявляют свойства живого только в других живых организмах. Все остальные живые организмы имеют клеточное строение. Здесь представлена, например, животная клетка, растительная клетка. Здесь образец растительной ткани. Вот видите, здесь хорошо видна её клеточная структура. Следующий признак живого – это единство химического состава. Как вы знаете, в состав живых организмов входят соединения углерода. Это белки, липиды, углеводы и нуклеиновые кислоты. И основные элементы, составляющие живые организмы – это азот, водород, углерод и кислород. И эти элементы мы объединяем в группу органогенов. Если мы посмотрим на распределение живых элементов в земной коре, то оно совершенно другое. Здесь тоже много кислорода, но при этом встречается много кремния, много алюминия, довольно много железа. Железо тоже есть в живых организмах, но в гораздо-гораздо меньших количествах. То есть живые организмы накапливают в своём составе определённые элементы, и в этом заключается их концентрационная функция. Следующий признак – это рост, развитие и эволюция. Все живые организмы растут в течение жизни. Рост – это увеличение в размере. Живые организмы меняются в течение жизни, и развитие – это появление новых свойств качеств. То есть, например, появление рогов у оленя, появление гривы у льва – всё это будет развитием. Развитие живой формы материи представлено индивидуальным развитием, то есть онтогенезом. Здесь показано развитие человека. Кроме того, биология изучает развитие биологических видов во времени. Это называется филогенез. Филогенез всего органического мира называют эволюцией. Следующий признак – это саморегуляция, то есть поддержание постоянства внутренней среды организма, иначе говоря, гомеостаз. И примеры саморегуляции – это поддержание нормальных значений температуры тела, уровня артериального давления и, например, уровня глюкозы у человека. Раздражимость – это способность организма избирательно реагировать на внешние и внутренние раздражители. У животных – это рефлексы, у растений – это тропизмы и настии, а у простейших – это таксисы. И, например, здесь показан пример раздражимости. Это фототропизм у растений. Фототропизм – это направленный рост в сторону источника света. Как вы знаете, растения обычно ориентируются по вектору гравитации, то есть корни у них растут вниз к центру Земли. Побег растёт вертикально вверх. Но если есть иные раздражители, то побег может отклоняться от вертикали, и в данном случае побег растёт в сторону источника света. У простейших примеры раздражимости – это таксисы. Инфузория туфелька питается бактериями и водорослями. И вот инфузории туфельки приплывают к скоплениям бактерий в ответ на действия выделяемых ими веществ. Но уплывают, например, от такого раздражителя, как кристаллик поваренной соли. Благодаря раздражимости одноклеточные животные избегают неблагоприятных условий, находят пищу, находят особей своего рода для размножения. Ритмичность – это повторяющиеся изменения интенсивности физиологических функций живых организмов, например, суточные ритмы, сезонные ритмы. Таким образом обеспечивается согласованность функционирования организма с условиями окружающей среды. И, например, для человека характерно чередование фаст сна и бодрствование. Приспособленность или адаптации. В процессе филогенеза под действием естественного отбора организмы приобретают приспособление к условиям окружающей среды. Организмы, которые не обладают необходимыми адаптациями, вымирают. Пример адаптации – это смена окраски на белую в зимний период у зайца-беляка. И важно помнить, что адаптации всегда относительны, то есть они формируются именно к конкретным условиям среды. А если условия среды меняются, то эти адаптации могут стать бесполезными и даже вредными. Например, здесь показан заяц-беляк. В том случае, если снег отсутствует, то белая краска становится очень заметной и выдает его присутствие. После просмотра видео рекомендую вам подписаться на нашу группу ВКонтакте. Там куча инфографики и другого полезного контента. Посты в группе имеют четкую структуру и охватывают все темы школьного курса. Будет интересно! Самовоспроизведение или размножение. Способность живых систем воспроизводить себе подобных. Жизнь сама по себе дискретна. Живые организмы не живут вечно, они умирают, но при этом в течение жизни они успевают оставить потомство. Таким образом обеспечивается непрерывность жизни. Наследственность и изменчивость. Наследственность – это способность организма передавать свои признаки из поколения в поколение, а изменчивость – это способность организмов приобретать новые признаки. Как вы знаете, дети одних родителей в чем-то похожи на своих родителей – это наследственность. В чем-то они отличаются от своих родителей – это свойство изменчивости. И также дети одних родителей в чем-то похожи между собой, и в чем-то они отличаются друг от друга. Так проявляются эти свойства. Дискретность и целостность. Живой организм состоит из отдельных единиц, и это свойство дискретности. То есть, как вы знаете, живые организмы состоят из клеток, клетки объединяются в ткани, ткани объединяются в органы, органы объединяются в системы органов. Системы органов составляют целый организм, при этом организм функционирует как единое целое, и это как раз-таки свойство целостности. То есть отдельные органы не противоречат друг другу, они работают слаженно. Обмен веществ и энергии – это совокупность биохимических реакций, которые происходят в организме. Например, это поступление воды, поступление питательных веществ, выделение углекислого газа и выделение продуктов обмена. Все живые организмы представляют собой так называемые открытые системы. Открытость системы – это обязательное поступление энергии из окружающей среды и выделение в нее продуктов своей жизнедеятельности. Итак, давайте потренируемся на заданиях. Установите соответствие между характеристиками и свойствами живого. Свойства живого – это способность к самовоспроизведению и раздражимость. Итак, поддерживает непрерывность жизни на Земле. Мы уже говорили, живые организмы умирают, но перед тем, как умереть, они оставляют потомство. Таким образом, как раз-таки обеспечивается непрерывность жизни, и это способность к самовоспроизведению. Обеспечивает приспособленность к среде обитания. Раздражимость живые организмы реагируют на изменения, происходящие в окружающей среде. Способствует увеличению численности вида. Способность к самовоспроизведению. Живые организмы оставляют потомство. Таким образом, численность вида увеличивается. Способствует сохранению признаков присущих виду. Тоже способность к самовоспроизведению. То есть признаки передаются из поколения в поколение, от родителей – потомкам. Дает возможность ориентироваться в окружающей среде. Это свойство раздражимости. Осуществляет ответные реакции на различные воздействия. Раздражимость. То есть организмы реагируют на изменения, происходящие в окружающей среде, и осуществляют какие-то свои ответные реакции в ответ на вот эти изменения. Установите соответствие между характеристиками и свойствами живого. Здесь рост и развитие. И в этих заданиях на сравнение роста и развития часто происходит путаница. Я напомню, рост – это увеличение в размерах, а развитие – это появление каких-то новых свойств и качеств. Давайте разбираться. Изменение количественных характеристик живых систем. То есть увеличение массы, увеличение размера, увеличение длины – это все количественные характеристики, и это, конечно же, рост. Увеличение массы организма – тоже рост. Изменение в строении и жизнедеятельности. А вот здесь уже появились какие-то качественные признаки, то есть изменяется строение – это развитие, появление чего-то нового. Постепенное повышение уровня организации организмов, обитающих на Земле. Повышение уровня организации, появление каких-то новых признаков – это развитие. Качественные преобразования организмов – конечно же, это тоже развитие. Ребята, на нашем сайте большая база бесплатных тестов с актуальными вариантами ЕГЭ и заданиями по темам. Переходите по ссылке в описании и прокачивайте себя на максимальный балл. Самые успешные школьники уже там. Присоединяйтесь. Какие признаки присущи только живым организмам? Давайте разбираться. Саморегуляция. Да, она присуща только живым организмам. Саморегуляция, да, то есть способность поддерживать постоянство своего состава. И этот признак присущ только живым организмам. Изменение размеров. Менять свои размеры могут и какие-то объекты неживой природы. То есть, как вы знаете, камни могут разрушаться, например. В пещерах растут сталактиты и сталагмиты. То есть они увеличиваются в размерах. И это объекты неживой природы. То есть этот признак нам здесь не подходит. Перемещение в пространство. Опять-таки неживые объекты способны перемещаться в пространстве, например, с ветром или с потоками воды. Обмен веществ и превращение энергии. А вот этот признак характерен именно для живых организмов. То есть именно они обмениваются энергией с окружающей средой. Именно они осуществляют обмен веществ, поглощают какие-то вещества из окружающей среды и выделяют в нее продукты своей жизнедеятельности. Участие в круговороте веществ. Как вы знаете, есть круговороты веществ, которые осуществляются с помощью живых организмов. Но есть и просто геохимические круговороты веществ, происходящие без участия живых организмов. Например, круговорот воды. То есть вода испаряется, конденсируется и выпадает обратно в виде осадков. И все это дело происходит без какого-либо участия живых организмов. И наследственность и изменчивость – это признаки, характерные только для живых организмов. То есть именно живые организмы передают свои признаки потомству. Далее, задание линии 1. Такая табличка, в которой нужно заполнить одну графу. Одна из тем, которые могут встречаться в этих заданиях – это как раз-таки признаки живых систем. И смотрите, что у нас здесь. Наследственность – это передача аллелей от родителей-потомков. Аллелей – то есть вариантов генов. А вот изменение частоты дыхательных движений в зависимости от концентрации в крови углекислого газа – это поддержание постоянства внутренней среды организма, то есть поддержание гомеостаза. И признак саморегуляции.